привет друзья сегодня у нас обзор на бак от blitz интерпрайзес называется он фп рт от 6 миллилитров максимальный объем подробнее смотрим на столе профите поговорим насколько этот бак годный и куда его можно прикрутить погнали а ссылочка в описании мега коробка для мега бака фп рта никогда не пришли думал что это какой-то бокс мод нам показалось это бак blitz интерпрайзес фп рта дизайн твп сзади мы можем увидеть большие буквы телефон производителя возможность прокина оригинальность цвет также у нас есть инстаграм плюс фейсбук и blitz там тролевали логотип компании скрываем мега бак у нас аж три стекла то есть одно непосредственно установлено 2 такой же самое плюс у нас есть еще пузатое стекло ну и также у нас есть короче пакетик со всякой ерундой также у нас есть пакетик с со всякой ерундой да не ерундой здесь у нас есть два койла отвертка запасные запасной скажем так керамический зажим для койлов и и винты и плюс у нас есть тип но вот реально блин пацаны конечно загоняется вот как это все доставать непонятно ну дриптип у нас прозрачный кому то может зайдет изначально у нас стоит черный по высоте не одинаковые в принципе не одинаково здесь у нас на дриптипе еще есть насечка но и на самом баке как видите у нас тоже есть насечка внутри у нас есть регулировка воздуха такая вот со стопорным кольцом со стопором и также у нас есть по высоте с двух сторон что-то ппп проливали и верхняя заправка может производиться в двух вариантах цветов может быть черным может быть стальным видно он прокрашенный анодированная база точно анодирована снизу потому что видно радугу ну и собственно наверняка все это анодировано но это все не критично у нас два таких зажима для койлов ну и как видите сетка для обдува самой спирали плюс отверстие для подачи диаметр посадки у нас 30 миллиметров высота у нас 58 миллиметров объем у нас 4 миллилитра либо же 6 миллилитров с пузатым стеклом принципе все керамические зажимы в данном формате у нас используется плюс у нас гибридные винты либо под шлицевую либо под крестовую отвертку ставим спираль так первым делом откручиваем винты причем достаточно нормально если вы там будете какой-то жирный койл ставить то нормально и откручиваем так дальше мы должны завести их так как у нас нет пружины немножко это все дело может затянуться но принципе все будет в данном формате получилось первого раза так затягиваем по поводу керамики да то это опасно не одно не в том плане опасно это практично непрактично на самом деле на моей памяти если вы все делаете без каких-то не знаю рвений излишних да то и винты будут всегда ходить долго и сам и койлы сами эти керамические вставки тоже будут долго ходить тем более у блица достаточно большой опыт с подобными девайсами да с керамическими штуками пришел дрипки не использовали его 22 миллиметра под одну спираль на 4 витка почему так но я сейчас объясню еще добавлю это в профите воздуха здесь будет достаточно для того чтобы обдуть спираль по всему периметру сверху заводить ножки бессмысленно ну и точнее не очень удобно в плане зажима это раз поэтому удобнее значительно снизу плюс у вас получается верхняя часть будет сама спираль а нижняя часть будет вата то есть у вас воздуха будет больше попадать на вату чем на спираль тоже не имеет особого смысла 35 оправа оптимальная ну как показывает практике потому что у меня был бак рдта ну или рта не знаю фараон на то есть какую бы там спираль я не ставил 35 или 4 там в итоге останавливался всегда на 35 оправе было оптимал ну там причем камера тоже большая воздуха там прогонялась много поэтому и позже подачи 35 тоже оптимал можно поставить и 4 если вы видите в этом смысл ставьте 4 я буду ставить 35 пока так если что-то мне не понравится я переустановлю и расскажу об этом в профите устанавливаем в итоге это все должно так вот получится смотрим внимательно показываю очень медленно ну давайте еще купол изнутри покажу как это все будет что есть люди хотят увидеть резьба там есть смотрите насеечки в принципе здесь по стандарту ничего сложного нет мы обрезаем распушиваем и в принципе можем хвост опускать самый низ с двух сторон ну вот таким вот макаром то есть я подвожу под нижнюю часть так как у нас расстояние будет еще хорошее вычесывать и практически не буду немного распушим с двух сторон и заводим и все система подачи здесь рта в принципе бак подвешен у нас посередине из самой колбы поэтому это будет достаточно удобно ну и с точки зрения того что у нас не должны возникнуть проблемы с какими-либо протечками и также вторую сторону я сейчас его заправлю и встречаемся в профите поехали наверх мега размер мега объем мега обдув мега мега я бы называл бы на самом деле его не blitz там fp rta назвал бы его blitz enterprise мега rta на одну спираль good качество сборки качество сборки для такой компании как blitz очень высокая на самом деле абсолютно не до чего туда докапываться ни в одном месте может быть не хватает какой-то там не знаю стилистической нотки или знаете там каждый бак у них имеет свой дизайн не видно скажем так руку художника но это все на самом деле абсолютно никак не влияет на сам процесс тем более на результат основные основные такие моменты которые я хочу тут заметить заправка удобно есть какая-то накатка может быть не самая такая заметная именно для пальцев но резьба хорошая резьба не длинная подгонка хорошая дриптипы уже в принципе на выбор для вас какая вам больше заходит почему-то мне как зашли когда-то вот эти рифленые так до сих пор я в большинстве случаев имею пользуюсь по обдуву очень толково продуманный обдув именно с трех позиций с разной толщиной завода воздуха и это в принципе сделано для того если вы используете разного типа кайлы может быть для самых там больших кайлов надо максимум ну и соответственно понижаем подачу воздуха как это влияет на процесс до вкус действительно становится более плотным пара становится чуть меньше на вкус становится более плотным немножко теряется детализация но все очень 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 круто как ни странно данный тип обдува на самом деле использовался уже много раз но в таком формате именно там где у вас 28 30 миллиметров огромная испарительная камера сетка на обдув на койл даже вот этот дырявый койл который я поставил отрабатывает просто великолепно вкуса просто бомба сколько как но и парио на 66 ваттах навалить можно дай боже расход безусловно будет практически как у двухспиральника может быть чуть меньше но тоже будет достаточно много это я имею ввиду по жидкостью мы реально очень вкусно очень топовый бак если его вы смотрите именно в размер на ты чтобы потом количество объем жидкости хорошо испарительную камеру хорошую передачу вкуса хорошую детализацию хорошую плотность хорошую тягу тяга именно вот правильно она не пустая она и не сильно плотная на вот правильная можно сказать моя такая любимая тяга и забирайте вы тут тоже мега много как то так а у меня все до следующих обзоров подписываемся лайки ставим на сайт переходим ссылочка в описании пока